конечномерные распределения и то на чем мы закончили это теорема Калмогора о том что вероятностные меры в пространстве траекторий строятся по конечномерным распределениям если они согласованы это два простых условия это как они при проекциях себя ведут проекция с большего пространства на меньше должна быть то что было на меньше ну и еще при перестановке временных моментов должно быть вот два условия зачем нужна эта теорема Калмогорова примерно половина процессов которые появляются где-то строятся с помощью теоремы Калмогорова вот у нас ближайшая цель это применить теорему Калмогорова для построения процессов с независимыми превращениями вот у нас будет такой один из обширнейших классов простейших рассмотрен процесс с независимыми превращениями вот они строятся с помощью теоремы Калмогорова значит теорема Калмогорова не единственный способ производить процессы значит второй способ а это у нас будет самом конце он основан на переходных вероятностях в конце у у нас будет короткий раздел марковские процессы ну не короткий у нас все все короткое но часть вот этого всего короткого будет марковские процессы значит вот это не ну так сказать несколько иной от Калмогоровского он вообще-то связан но так вот в идейном отношении все-таки можно сказать что это другой способ но и третий способ это процессы а полученные либо с помощью Калмогорова либо вот с помощью переходных вероятностей как-то преобразуются и получается еще нечто еще вот это это почти все что в реальных задачах получается а теперь небольшие прежде чем перейти собственно к процессам которых напоминаю пока еще не было еще небольшое ну два небольших дополнения теореме Калмогорова одно это теорема о непрерывных траекториях для многих процессов оказывается возможным построить эквивалентный процесс непрерывными траекторий а вообще большинство процессов которые встречаются в прикладных задачах они либо с непрерывными траекториями ну но это так условно говоря диффузии и второй такой конкурирующий по важности с этим классом это процессы со скачками вот почти все реальные в реальных задачах процессы они либо одного из этих двух типов ну либо суммы конечно можно придумать еще что-то третье но вот почему-то почти не бывает этого зрения в реальных задачах а и вот эта теорема Калмогорова которая сейчас будет без доказательств она ну как факт который полезно знать она дает очень широкие условия при которых есть ну про которых можно перейти к процессу с непрерывными траекториями значит пусть значит пусть процесс в прямой удовлетворяет условию значит вот такому вот условию значит мат ожидания приращения в степени бета оценивается с константой на приращение ну на модуль приращения в степени единица плюс епсила где значит бета епсила с больше нуля непостоян значит смотрите некая информация про приращение причем информация даже не про распределение приращение видите а про момент ну какой-то положительного порядка значит тогда когда есть эквивалентный процесс с непрерывными траекториями значит вот это мы будем применять частости квиннеровскому процессу ну теперь значит доказательства да что значит эквивалентный это значит ну вот у нас было определение что значит процессы эквивалентные значит это другой процесс так уже с непрерывными траекториями такой что ну почти наверное при каждом т они равны ну это это несколько больше чем равенство конечномерных распределений разумеется из этого условия следует что конечномерные распределения равны но это но это немножко больше а ну давай пару слов про доказательства значит ну так сказать у вас реально доказательства не будет а это нужно знать как факт но почему не будет ну просто чтобы технические аспекты такие теоретико множественные такие относящиеся скорее к теории меры убрать а это так что не следует думать что это что-то такое 18 плюс значит вот некоторые некоторые так сказать ну соображения значит ну идея идея доказательства ну в конспекте у меня чуть-чуть там больше но сейчас я просто в двух словах поясню чтобы не казалось что это вот что-то такое невероятное значит на самом деле идея такая значит почти все траектории почти все траектории почти все траектории гельдоровы гельдоровы порядка альфа 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 вот какое эпсилон делить на 2 бета ну что значит что они гельдоровы значит что траектории гельдоровы значит траектории гельдоровы это значит что с какой-то константой завище от траектории выполнено вот такое вот условие видно что это лучше чем просто непрерывно а это с количественной оценкой непрерывности только сейчас я нехорошо написал так как будто бы это С С на самом деле свое а откуда это берется значит план такой сначала устраивается траектория ну сначала устраивается версия ну вот с такими штуками но не для всех временных параметров а только для двоичной рациональной то есть на счетном множестве сначала нужное устраивается на счетном множестве так для двоичной рациональных времен а откуда ну и спрашивается почему так можно сделать на двоичной рациональной это делается с помощью Чебышева который вот говорит что верна такая оценка и оценку Дубышева а уже детали не буду производить значит вероятность того что вот это больше либо равно к степени n оценивается ну вот с помощью Чебышева и вот этой исходной оценки оценивается вот так вот такая техническая оценка и из этой технической оценки потом извлекается вот это потом извлекается вот это то есть видите Чебышев дает оценку не на всех сразу t и s а двоичной рациональной это как раз вот такие так ну и тут смотрите оценка видите тоже оценка специфическая так она для смотрите смотрите у них как в этой оценке какая разность времен разность времен 2 2 минус t так то есть это еще немножко не хватает вот здесь здесь какие угодно разности времен так а тут поначалу только 2 степени минус t но потом через через несколько шагов получается из этой вот из этой оценки для такого маленького шага ну суммированием шагов и там с всякими ну такими довольно простыми оценками но не в одну отнюдь не в одну строчку получается вот это ну и когда добились этого на множестве двоично рациональных потом доопределяем доопределяем процесс на прочих с помощью предельного перехода по непрыгности вот такой план полного значит реализация этого плана ну это лекцию нужно потратить но дело даже и не в лекции а в том что ну технически это не очень просто и вряд ли прямо нужно считать что вот изучающие эти вопросы должны знать как это обосновывается но представлять в принципе откуда это берется в общем полезно но вам нужно само вот это условие помнить значит смотрите что в этом условии значит здесь степень какая угодно положительная так а здесь почему я так странно написал единица плюс эпсила ну чтобы это сигнализировало о том что тут побольше единицы вот тут тут можно было бы написать какой то параметр альфа больше единицы но тогда ни за что в жизни не запомнишь кто больше единицы этот или этот а когда вот так написано то ну это такое в себе уже таит указание что это больше единицы а это ну какую угодно значит вот с помощью этой с помощью этой замечательной теоремы можно устраивать версии непрерывной но значит мы с вами в прошлый раз уже обсуждали что даже если с самого начала процесса просто был непрерывный ну задан исключительно с непрерывными траекториями и вообще даже тут рождественной нулем уже лучше не бывает непрерывности то вот эта мера Калмагорова она не определена на нужном множестве траекторий и поэтому смотрите что получается получается что вот применили эту Калмагоровскую конструкцию хорошо заменили процесс на эквивалентный у которого траектории непрерывные кстати я тут забыл написать я тут забыл написать с непрерывными траекториями но когда говорят с непрерывными траекториями это имеет в виду конечно что почти все траектории давайте я припишу почти все траектории непрерывные вот так честная честная формулировка такая почти все траектории непрерывные то есть не обязательно прямо все как у того нулевого процесса но даже с тем нулевым процессом видите какая неприятность построили меру а мера мера колмогорова она одна и та же для всех версий потому что мера колмогорова определяется по конечномерным распределениям поэтому как только у двух процессов пусть они даже на разных пространствах но как только у них конечномерные распределения равны значит меры колмогорова у них равны но увы эта мера колмогорова ну казалось бы она должна быть на гипребных траекториях а нет Мы в прошлый раз уже убеждались, что вот это пространство всех траекторий, оно слишком большое. И поэтому разумные множества траекторий, типа непрерывные, ограниченные, неотрицательные, то есть как раз те, на которых надо бы ожидать процесс, они все оказываются неизмеримыми по этой мере. И возникает вопрос, что делать? Можно ли все-таки перейти к мерам, на тех траекториях, которые интересны, чтобы исключить всякие паразитические траектории? К тому же еще и мало того, что паразитические, они еще и оказываются неизмножество измеримого. Значит, вот как только почти все траектории непрерывны, значит, здесь сразу оказывается, что для такого процесса внешняя мера множества непрерывных функций равна единице. Но я напомню, что такое внешняя мера. Значит, внешняя мера, это когда вы множество покрываете, ну, когда уже меры есть, можно так сказать, вы это множество накрываете множествами сигма-алгебры, смотрите, какие у них меры, берете инфину. И вот эта теорема Калмогорова, из нее следует, вот эта из второй теоремы о непрерывных траекториях, что когда траектории непрерывны, то вы не сможете накрыть вот это неизмеримое множество, вы не сможете накрыть измеримым мерам меньше единиц. Но, увы, это не означает, что это множество самоизмеримо. Нам бы хотелось, чтобы оно было самоизмеримо и имело меру 1. А не так, мы в прошлый раз это обсуждали на примере простейшем, когда вообще процессы вообще в одной точке сидеть. Значит, вот это равенство не влечет измеримых множеств. Значит, вот в противоположность тому, что происходит с множествами меры 0. Значит, если у вас множество оказалось под множеством множества меры 0, оно само стало меры 0, и оно измеримо. А вот с подмножествами внешней меры единицы не так. Множество, может быть, ну так сказать, казаться большим, а все равно оно неизмеримо. Значит, и вот эта либеговская процедура тут не поможет. Но Коломогоров, ну и чуть позже Дуб, разработали очень элегантную конструкцию сужения меры на неизмеримое подможество. Кажется, что это какое-то жульничество, но вот они придумали очень красивый трюк. Значит, давайте в буквальном смысле сузить нельзя. Как мы сужаем меру на измеримое подможество? Ну, просто берем у этого измеримого подможества измеримые части, они оказываются измеримыми, ну, исходно, ну, и смотрим на их меры. Все очень банально. Но когда у вас само множество вот это неизмеримо, то как вы будете мерить его пересечение с чем-то, когда оно само неизмеримо? Поэтому так вот просто, так сказать, такой учебной процедурой, значит, тут не отделаться. Значит, и вот тут есть такой трюк. Значит, тут есть такой трюк. Он, конечно, не делает неизмеримое измеримое, но, так сказать, некоторый суррогат такой измеримости создает. Значит, вот такая вот теорема. Значит, пусть, ну, уже тут не важно, что речь идет про процессы, значит, пусть, значит, P вероятностная мера на какой-то сигмал. И, значит, появилось какое-то множество X, значит, какое-то множество X формика внешней меры единицы. Ну, вот как здесь, возможно, само по себе неизмеримо. Тогда на сигмалгебре вот такой вот пересечении значит, эта сигмалгебра состоит из пересечения. То есть, видите, поскольку X самой не в сигмалгебре, то мы-то его пересекли с чем-то приличным, а результат, ну, такой же скверный, как сам X. Значит, вот на этой сигмалгебре определена, ну, корректно корректно определена вероятностная мера. Давайте я ее вытушу. Некоторое время, значит, она была, значит, PX ее обозначили. Значит, PX вот от такого пересечения значит, смотрите, что здесь подлежит доказательству. Ну, казалось бы, вот у нас множество такого вида, такого, значит, мы хотим на них задать меру. Ну, и говорим. Ну, есть у нас множество вида? Есть. Есть у него мера? Тоже есть. Значит, ну, вот задали, а чего тут доказывать? А доказывать тут нужно вот что. Значит, давайте я, значит, это... Давайте сразу напишу, что тут подлежит доказательству. Ну, во-первых, нужно, конечно, заметить, что пересечения, вот такие вот пересечения образуют сигналы. Ну, в частности, как получается само X? В качестве B надо взять амеда. Ну, и очевидно, что когда вы... Ну, в общем, это банальность, не будем ее проверять, что это сигнал. Значит, но требует проверки, что если B в пересечении с X да вот A в пересечении с X, где A и B лежат в сигналу, то P от B есть P от A. А ведь представление... X не все омега, а и вот так высечь что-то в X может не только множество B, а еще какое-то другое. Ну, например, представим себе, что точки входили, ну, все одноточечные множества входили в B, а X оказалось меньше, чем все пространство. Тогда вот какое-то B дало такое пересечение, а потом к этому B добавили еще одну точку, пересечение прежнее осталось. Так что, запросто, такие A отличные от B могут появиться. Поэтому, если они появились, то у левой части появилось конкурирующее значение P от A. Ну, и это, конечно, никуда не годится, потому что мы же хотим, чтобы мера была однозначно определена, чтобы вообще говорить, что что-то у нас определено. Ну, теперь смотрим, почему в самом деле это так. Значит, в самом деле так. Значит, смотрите, у нас они в пересечении с X дают одно и то же. Так? А тогда в чем их отличие? Может быть, у них отличие? Ну, я напомню, таким треугольничком называется... Ну, вот с помощью такого треугольничка задается так называемая симметрическая разность, но это как раз то, что их различает. Так? Значит, как они друг за другом выступают. Так? Но все их отличие заключено в дополнении X. Вот что важно. Как только пересечение с X у них общее, значит, все их различие вне X. Так? Но раз их различие вне X, то мера этого различия равна нулю. Значит, давайте это... Заметим, эта речь банальная, но давайте это я напишу. Значит, что можно сказать про это их отличие? Ну, во-первых, они оба из B, поэтому их отличие, конечно же, всегда лежит в B. Так? И мера его равна нулю. Так? У этого отличия мера равна нулю. Она у него есть, потому что она попала в область определения меры. Оно. Оно это отличие попало в область определения меры. Да? Почему? Почему мера отличия... Ну, ну, потому что если бы значит, если бы мера отличия была больше нуля, то тогда мера омега без это отличие оно будет меньше единицы. так? Но X лежит в омеге без вот этого отличия. Так? Ну, и тогда тогда бы мы получили, что внешняя мера X меньше единицы. Значит, мы его тогда накрыли множеством из сигмалгебры меры меньше единицы. А так не будет, потому что у него внешняя мера равна единице. Ну, на самом деле из этого видно, что сказать, что множество имеет внешнюю меру единицы, это то же самое, что сказать, что в зазор между ним и всем пространством нельзя поместить ничего положительной меры. Вот еще мы меры и внешние меры на сигмалгебры не совпадают? На сигмалгебры они совпадают, но у нас-то X же не есть сигмал. Вот из-за этого тут все на самом деле все вот такие коллизии с измеримостями, они возникают, конечно же, тогда, когда появляются сигмалгебры такие, ну вот неустранимо отличные от всех множеств. Таких коллизий, конечно не возникает в случае простых там, ну в случае счетных пространств. Значит, смотрите, получается, ну и значит, очевидно, что значит, очевидно, что PX счетно DT. Ну это уже значит, легко проверить. Значит, ну что значит очевидно? проверить в качестве упражнения. Проверить в качестве упражнения. Значит, мы пока доказали, что корректно задано, так? А теперь надо проверить, что счет на DT. Ну это примерно в таком же стиле делается. Делается примерно в таком же стиле. ну тут что возникает при проверке? Тут уже возникает не одно множество, а счетное число DT. дизъюнкных. И дизъюнкные, но кто дизъюнкные? Дизъюнкные это вот эти пересечения, да? А вовсе не сами BN. Так? Поэтому вам нужно доказать, ну вот в этом упражнении состоит, что хотя сами BN-ные в такой ситуации могут пересекаться, но их попарные пересечения имеют меру ну вот это собственно делегированная проверка этого делегированного упражнения. Значит таким образом этот трюк Коломогорова дуба позволяет делать то, что называют сужением меры на множество внешней меры один. еще раз подчеркиваю это не честное сужение какое бывает для измеримых множеств, а с помощью такого трюка. Значит конечно с точки зрения исходной меры это никак не помогает, но с помощью этого трюка значит с помощью этого трюка можно подменить вероятностное пространство для процесса и получить получить процесс с теми же конечномерными распределениями. но уже так, что нужное множество траекторий измерить. что нужное множество траекторий измерить. Ну например, для процесса, у которого траектории были непрорывны, можно сделать так, что мера задана уже не на всех траекториях, а только сразу на непрорывах. Если у процесса траектории были неотрицательные, то новое вероятностное пространство оно уже не все траектории, а только неотрицательные. Понятно, что процесс не будет эквивалентным. Потому что когда говорят про эквивалентность процесса? Когда вы не трогали вероятностное пространство. Но как только вы подменили вероятностное пространство, сравнивать можно только распределение конечно мерами. или функциональное пространство. И вот этот простой трюк, такой видите, он совсем такой казан теории меры относится. Он позволяет вместо того, чтобы мера Калмогорова была определена на всех траекториях, сразу брать в качестве пространства траектории только непрерывные. И тогда, конечно, когда у вас омега заменилась и стала непрерывными траекториями, оно по определению, как в этой лиле, вспомогательной теоремии. x относительно исходной меры не было измеримым, а относительно новой меры, вот этой стрюком полученной, px, она вообще не знает, что кто-то есть, кроме x. И поэтому для новой меры x стал омегом. Ну и стала прекрасно измеримым, стала сигмалом, относительно новой меры. Вот в чем смысл этого трюка. Значит, эта вещь оказывается полезной, потому что, как еще раз подчеркнул, для реальных процессов траектории довольно хорошие. Они там либо непрерывные, либо со скачками, но это уж точно множество гораздо меньше, чем все траектории. Поэтому вот это неудобство, что процесс вроде как сидит на траекториях каких-то, а множество их неизмеримо. Вот это неудобство уходит. Но цена состоит в том, что вы заменили вероятностное пространство. То есть это не совсем бесплатно. А вот с точки зрения всяких распределений это незаметно. А с точки зрения вероятностного пространства, ну да, вы его, конечно, очень кардинально заменили. Ну вот в общем примерно сделали вот то, что вот в этой сейчас разобранной теории. Так, значит это у нас был общий разговор. Результат этого общего разговора такой, ну, так сказать, резюме. Теорема Калмагора выдает по конечномерным распределениям, ну там при техническом условии согласования меру на пространстве траекторий, значит, из нее можно изготовить меру на нужном пространстве траекторий, если вы откуда-то узнали, что у этого процесса траектории лучше, чем какие угодно функции. Вот вторая теорема Калмагора дает характерный пример. Как узнать, что так будет? Заказали траектории непрерывной, вот теорема Калмагора вторая дает простое эффективно проверяемое условие. Вы по двумерным, значит, обратите внимание, это очень впечатляющее достижение, а у нас процесс дается конечномерными распределениями, многоточечными. Ну, хорошо, они определяют меру в функциональном пространстве, но их же прорву этих распределений для каждого n, там еще разные точки. А оказывается о непрерывности можно судить по двумерным распределениям. А когда вы в теореме в этой проверяете разности кси-т, кси-с, они, конечно, ну, их много разных, для разных, конечно, д и с надо проверять, но каждый раз вы имеете дело с двумерным распределением. Вот это очень впечатляющая вещь. А теорема Калмагора не является необходимым условием непрерывности процесса. Но довольно непросто придумать процесс, ну, или так, совсем еще непросто, чтобы этот процесс возник в реальных задачах. И так, чтобы он не подчинялся теоремикам Калмагора. Вот это искусственно можно соблюдать, конечно, но это бывает крайне редко. Ну, это примерно знаете как, ну, там, вы все понимаете, что непрерывная функция, она может быть не Гельдеровой. Но попробуйте, придумайте пример, вот, конкретный пример, чтобы функция была непрерывной, но не Гельдеровой. Ну, можно так сделать, конечно, но не вдруг. вот с непрерывностью процессов ну, что-то похожее происходит. Так, значит, следующий значит, следующий раздел, ну, вот, который, собственно, и использует вот эту технику. Значит, это процессы с независимыми вращениями. значит, процессы с независимыми при вращении. Значит, у нас будут дальше два ключевых примера, которые вот нужно знать просто, так сказать, навсегда. Процессы с независимыми вращениями. Это Виннеровские и Фуассоновские. Но этот класс процессов очень широк. И довольно непросто выбраться за его пределы, ну, помимо, так сказать, таких очень очевидных добавок к процессу. И мы дальше даже и увидим, что большинство разумных процессов имеют такой вид к процессу с независимыми при вращениями добавили еще что-то не очень сложное. Чуть позже у нас еще будут Мартингалы. Ну, вот мы увидим, что Мартингалы, это, ну, вот, они там немножко могут выйти пределы процессов с независимыми при вращениями, но у вас будет задача придумать Мартингал, который не является процессом с независимыми при вращениями, это уже так вот не вдруг. и еще у нас будет важный класс в самом конце процессов, которые не являются с независимыми при вращениями, это Марковские процессы. Но вот в приложениях все-таки можно говорить, что большинство процессов, ну, по крайней мере, прилично, вот они, ну, либо с независимыми превращениями, либо маркерами. Значит, теперь определение, значит, теперь определение, значит, определение, сейчас тут давайте, иногда в лекциях расходятся обозначения с конспектом, а потом народ спрашивает, это то же самое было или не то же самое, поэтому давайте я буду сверяться. Значит, значит, итак, значит, пусть t, это подможенство r, но у нас в большинстве случаев так оно всегда будет. Значит, процесс, процесс вот с таким временным параметром называется процессом с независимыми превращениями. Значит, если для всех конечных, таких вот упорядоченных наборов моментов временных, случайные величины, ну, вот, которые получены как разность, независимыми. Значит, ну, а, значит, давайте я сразу отмечу, что если, ну, если, ну, если кси 0 равно 0, кси, 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 кси т 0, если кси т 0 равно 0, то, а вот это вот конечномерное совместное распределение, вот их, получается линейное преобразование из значит, смотрите, из чего получается линейное преобразование из распределения случайного века ну, вот этих преобразей так а, значит, а а это распределение значит, смотрите, преобразование независимо так, значит, вот у этого вектора по определению компоненты независимо так значит, а у него значит, а это распределение значит, есть произведение ну, распределение вот этого так ну, из-за независимости значит, из-за независимости ну, давайте нам дальше нам дальше это будет полезно какой что это за преобразование такое значит, какое значит, какое это линейное преобразование так сейчас давайте вот это я все сотру ну, надо просто посмотреть значит, надо просто посмотреть ну, как это и с того получилось так значит, а это преобразование значит, это линейное преобразование обратное ну, можно ну, обратное тоже можно выписать разрешив эту систему так ну, и получится тоже просто очень простое преобразование значит, простой матрицы значит, нам чуть-чуть позже это ну, это вот так сказать очевидное наблюдение чуть позже понадобится преимуществление а теперь теперь еще одно теперь еще одно замечание значит, мы хотим применять ну, значит, мы хотим строить эти процессы так значит, по каким-то характеристикам так ну, в частности мы хотим охватить такой конструкцией вот эти важнейшие процессы виновский пуссоновский и как-то вот не кустарно их строить каждой там по своей технологии а ну, как-то единообразно вот, оказывается теорема Калмагорова значит, позволяет довольно элегантно это делать и значит но для этих иерема оказывается удобнее ее немножко равносильным образом переписать значит, давайте это я сейчас сделаю значит, для этого я напомню что такое характеристический функционал значит что такое характеристический функционал значит переформулируем переформулируем критерий Калмагорова в терминах характеристического функционала ну, функционалов ну, или преобразований Фурье ну, эти преобразования Фурье в теории вероятностей по традиции называют характеристическими функционалами или характеристическими функциями значит ну, я напомню что значит если значит мю мера на РН то значит ее характеристическая функция ФИ это функция аргумента Y которая есть интеграл значит вот от чего значит интеграл от линейной функции такой и значит Y X мю B X значит интеграл по РН берется значит А Y вот и R ну напрямой значит напрямой получается просто вот такое вот значит определение как видно это ограниченная комплексная функция это ограниченная комплексная функция ну что еще ну чем она ограничена ну по модулю на единице ограничена если мера вероятности так значит что еще можно сказать ну можно еще сказать что она непрерывна по Y значит она еще по Y непрерывна ну это очевидно теоремы Лебега но если еще повнимательнее посмотреть на эту функцию, то можно еще одно очень важное свойство ее обнаружить, которое называется положительная определенность но нам это сейчас пока не понадобится, нам чуть позже понадобится я напомню, что это такое но там, предположим, у вас где-то это было по анализе теории вероятности вот это понятие положительной определенности и вместе с ним оказывается что это все оказывается, что если дана на РН положительно определенная непрерывная функция которая в нуле равна единице то все, она чье-то преобразование Фурье какой-то вероятности теперь еще характеристическая функция случайного вектора уже почти не видно, что она здесь сверху да, знаете что, я думаю, что надо кардинально помыть давайте сейчас, я кстати забыл у нас какое соглашение мы перерыв делаем или нет или просто раньше кончаем раньше но вы следите, чтобы не было журничества потому что кончаем-то раньше, но чтобы и правда раньше кончали что-то 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 может лучше как раз перерывы на то, что ну давайте 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 так что-то что-то это что-то что-то ну что-то тут что-то такое что-то 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 это Значит, характеристическая функция случайного вектора, значит, ВРН, это то же самое, что характеристическая функция его распределения. Ну, и это есть вот такая вот функция аргументов. Ну, давайте я напишу функция, там, значит, сейчас только я боюсь, что я уже отошел от обозначений конспекта. Да, значит, да, слушайте, это ужасно, я немножко отошел от обозначений, ну, давайте вернусь. У меня в конспекте аргумент не Y, а лямбда, так? Сейчас, ну, это еще вопрос, что лучше. Сейчас, знаете что? Сейчас, может быть, мне, может быть, на самом деле в конспекте зря я его сделал лямбда. Вот как вы считаете, что лучше у Фурии, такой аргумент, лямбда или Y? А? Ну, давайте здесь будет Y, я когда-то в конспекте исправлю. Значит, это будет, вот что такое, это будет мат ожидания, вот такой вот вещи. О, вот так будет. Тут еще одна скобка. Вот так. Теперь, значит, мера однозначно, вероятность на мера однозначно, ну, на ИРН определяется своим характеристическим функционалом. Теперь, значит, теорема, значит, следствие, следствие критерия, критерия Коломогорова. Значит, система, систему конечномерных распределений, значит, P, T1, TN, ну, где ТИТЫ, сейчас только я напишу так же, как у меня тут все-таки, чтобы они были, да, пусть они будут разные. Значит, лежат в T. Есть система, значит, проекций меры на пространстве территорий, тогда, и только тогда, когда для их, для их характеристических функций, ну, давайте эти характеристические функции мы обозначим, ну, такими же индексами, верно, равенство, значит, вот такое вот, а сужаем, давайте вот, чтобы было все-таки похоже на кон... Вот я замечал, что всегда очень плохо одно и то же, если чуть напишешь по-разному на лекциях и в конспекте, то почему-то это забывает, так сказать, так сказать, уклонение. Но в конспекте я, я, кстати, конспект, который разослал, я его потихоньку пишу, он уже лучше стал, так, он стал лучше, но в конспектах всегда в улучшениях всегда нужно вовремя остановиться, потому что улучшение приводит к увеличению объема, так, а конспект, он тем и ценен, может быть, что он просто короче учебников, так, потому что если он начинает приближаться к учебникам, то зачем, так сказать, конспект. Поэтому, значит, вот я думаю, в каких-то улучшениях уже остановиться и, значит, на днях вам прислать новую, так сказать, новую версию, в которой кое-что добавлено уже, ну, вперед, но кроме того, в старом что-то улучшено, так, значит. Да, так вот, вот такое должно быть тождество. Верно. Значит, для всех, ну, для всех М. То есть, смотрите, что происходит в этом тождестве. А мы функцию n переменных, так, функцию n переменных, так, вот это была функция на rn, так, мы ее сузили на гиперплоскость, так, но гиперплоскость чем выделенную? Ну, нулем одной из координат, так, но обратите внимание, M не обязательно предыдущая, не обязательно n-1, на m может быть 1, 2, какая угодно, так. И что же должно получиться? Значит, получилась функция на n-1. И вот она должна быть такая, такая получится из определения с числом точек на единицу меньше. Видите, значит, а мы... Вот условия согласованности Коломогорова, видите, закодировалась в фурье вот так. А когда мы сужаем на гиперплоскость функцию характеристическую на rn, должна получаться та характеристическая функция, которая была дана для пространства на единицу меньше. И, соответственно, с числом точек на единицу меньше. Так? Вот, значит, вот такое условие. А почему это... Почему это переформулировка Коломогорова? Да. Можно перестать, чтобы это не было шоколад? Нет, ну смотрите. Значит, утверждается, что вот эти... Были даны меры. Так? Ну, как у Коломогорова. Система мер на rn, так? Но теперь мы вспомним, что у них есть характеристические функции у этих мер. Так? Вот их характеристические функции. И мы хотим переписать условия Коломогорова согласованности через характеристические функции. Значит, я напомню, когда у условия Коломогорова мы пишем для точек, упорядоченных. Вообще, в исходной теореме множество t абстрактное, никакой упорядоченности нет, там какие угодно точки. Но как только множество временное на оси появилась упорядоченность. И теорема Коломогорова можно формулировать для вот таких наборов. И в ней тогда остается из двух условий, остается одно с проекциями. А исходная теорема Коломогорова требовала следующее, что когда вы меру с rn проектируете на rn, то у вас должна получиться та мера, которая была дана для этого rn. Вот мы это транслируем через фурье. И смотрим, почему это и есть переформулировка. Но, разумеется, при этом мы используем то, что мера определяется одно с проектируете на фурье. Но теперь смотрим, когда была, вот была у нас мера на rn. Так? вот давайте напишем. если я... Сейчас, давайте-ка, значит, давайте-ка я кое-что сотру, но не все. Например, вот это сотру. Значит, если, ну... Так, кажется, звук есть, да? Мне показалось, что что-то отлетело, но не так. Значит, если... Значит, мера... Мера... Значит, мю-м... Проекция... Значит, при... Ну, проекция на... То... Как будет выглядеть... Как будет выглядеть фурье... Проекции... Фурье проекции... Будет... Ну, вот этой точки нет... Так... Фурье проекции будет... Вот... От вектора на единицу меньше компонент, да? Значит, а... Как вычислить... Как вычислить фурье... Проекции... Что же это такое? Ну, мы хотим... Мы хотим фурье проекции выразить через... Фурье... Мера... Вторая... Так... Ну, по формуле замены переменных... Так... По формуле замены переменных... Значит, смотрите... Это... Это есть... По формуле замены переменных... Значит... Смотрите... Значит... Это... Фурье... Это некий интеграл... Так... Интеграл от образа меры... Так... Интеграл от какой-то функции от образа меры... Так считается интеграл от образа меры. Надо функцию подставить в проектирующее отображение и считать в исходной мере. А в какую функцию подставить? Подставить надо вот в какую функцию. Вот этот укороченный вектор, чтобы не писать все эти бесчисленные точки, я вот так напишу, это укороченный вектор. А это, видите, значит, это определение. Но теперь смотрим. Значит, смотрите, мы укороченный вектор, берем скалярно. А что делает проекция? Ну, проекция убирает одну компоненту. Ну, как раз ту, которой и здесь нет. Поэтому получается вот такой ответ. Значит, это будет y1, x1, плюс, плюс, плюс. Вот этого нет. Ну, и плюс x, значит, y, n, x, n. По мюдо x. Ну и что же это такое? Ну, это не что иное, как фурье. Не на каком векторе. А вот на каком. y1 и так далее. 0 на m-том месте. yn. А, ну, 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 вот это тут, вот это ровно оно и тут и требуется. Видите? Вот это и есть соотношение, которое в этом следствии требуется. Вот так оно и есть. Но теперь в другую сторону. Теперь в другую сторону. Если так оно и есть. Так? Вот предположим, теперь так оно и есть. То тогда, если это равенство в другую сторону прокрутить, то получается, что фурье проекции будет иметь такой вид. Но это значит, что проекция, она совпадает с тем, что нужно. Нам же нужно, что когда мы проектируем, значит, теперь в другую сторону, значит, мы проектируем вот это на гиперплошку. И нам нужно, чтобы проекция была, какая надо. Но проекция, сказать, что проекция какая надо, это то же самое, сказать, что у проекции должно быть фурье, какое надо. Так? В другую сторону это же равенство показывает, что так оно и будет. Поэтому, значит, это просто эквивалентная переформулировка, значит, Калмамурова, с учетом того вычисления, как себя ведет фурье при проектировании меры, и с учетом того, что мера по фурье однозначно определяется. Вот, с учетом этих двух вещей, получается, что это переформулировка. Так? Ну, почему я ее сразу там не поставил, где шла речь про Калмамурова? Ну, потому что она имеет немножко более технический вид. Так тут уже, видите, не про сами меры, про их фурье что-то говорится. А самое главное, потому что это реально будет нам нужно сейчас. Поэтому лучше не слишком далеко это не отставлять, то, что нужно. Значит, теперь... Так, значит, все это, что я хотел сказать. Да, значит, теперь, собственно, про процессы... Теперь это дело применяем к процессам с независимыми приращениями. Сейчас мы докажем... Ну, как я надеюсь, докажем теорему про процессы с независимыми приращениями. На следующий раз, то есть, мы извлечем несколько... Ну, вообще из этого следствия мы извлечем несколько полезных заключений о существовании всяких разумных процессов. Значит, вообще говоря, получается так, что реально-то мы будем применять не саму теорему Калмамурова, а вот эту ее переформулировку. Значит, так, ну давайте, все же, чтобы у меня обозначения поменьше расходились с лекцией, давайте-ка я все-таки сделаю так, значит, чтобы совпадало. Значит, я... Пусть... Значит, пусть на R даны барелевская вероятностная мера кулок и диоскет пар точек значит, не отрицательных дана барелевская вероятностная мера СТ Значит, существование существование процесса кси-Т с независимыми приращениями с независимыми приращениями кси-Т на ну, на всей полуоси для которого кси-0 имеет распределение ку-0 а кси-Т минус кси-С имеет распределение ну, вот это вот ку-СТ при всевозможных таких упорядоченных двойках равносильно вот чему так, попробовал местным мелом писать но он все-таки какой-то скрипучий дайте-ка я все-таки продолжу своим значит, равносильно тождеству вот такому вот элегантному тождеству фи-Т должно быть фи-С-У умножить на фи-У-Т значит тройках видите, значит условие задействует пары так но пары вовлекающие три точки значит вот такое элегантное тождество значит вот это тождество ну, 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 вот сейчас значит сейчас я попробую вот сколько времени сейчас интересно до конца три минуты, да? сейчас, не, знаете что давайте не будем давайте не будем потому что за три минуты нет, слушайте за три минуты я точно не успею сказать а в следующий раз все равно придется я единственное что в следующий раз не буду ее выписывать потому что, видите, довольно формулировка-то такая объемистая но замечательно то, что условие при довольно объемистой формулировки само-то условие чрезвычайно изящное так значит вот мы в следующий раз это докажем так а и с помощью этой теоремы ну, ну, доказательства ну, не в две строчки конечно но ну, не очень хитрые но тем не менее с помощью этой теоремы получаются довольно неочевидные вещи значит у нас с помощью этой теоремы получится значит гауссовские процессы еще про гауссовские процессы речь впереди но они получатся получится значит ну, вот частности винаровский процесс ну, в основном винаровский процесс это очень важная вещь получится пуассоновский процесс а потом мы это теорема независимое превращение а та предыдущая была по какие угодно и вот с помощью вот этой следствия предыдущего мы по очень похожей технологии похожей на вот эту теорему будем изготавливать гауссовские процессы ну, гауссовские они уже не только с независимыми конечно какие угодно гауссовские вот ближайшая цель это построить три важных класса процесса пуассоновский винаровский и гауссовский и это будет сделано с помощью этой теоремы и следствия но как я понимаю следующую пятницу выходной у вас есть выходной да? вот значит следующее пятницу празднуем ну, начинаем еще заранее праздновать пятницу продолжаем а через две недели значит ну, так чтобы вовремя остановиться конечно потому что через две недели через две недели значит продолжаем уже здесь так что через две недели нужно уже после праздников быть в форме так а значит вот как не говорить так кто-то пришел на экзамен говорит ну, знаете я вчера Я так чувствовал, что не мог готовиться к экзамену вчера. А что же так вчера-то плохо себя чувствовал? Да говорит, позавчера у друга день рождения был. Так что, значит, через две недели продолжаем вот эти ключевые вещи. Так, все, значит, на этом сейчас пока приостановлюсь.